Субботним утром на улице Гоголя буквально яблоку не было где упасть. Люди переходили от лотка с красавицей к люквой и брусникой, к мешкам с луком и картофелем. Продавцы даже в последний день ярмарочного марафона не страдали от недостатка покупателей. Отдельный интерес представляли собой палатки с мясомолочной продукцией, ну и конечно же с медом. Доступные цены и богатейший ассортимент – первое, что отмечали заглянувшие на расширенную ярмарку распродажу. Мы вот второй раз приезжаем на эту ярмарку, нам она очень нравится, ну цены очень низкие. Имея свой огород, я скажу, что и все можно купить. Ну мы приехали и немножко докупим, вот клюквы купим, потом капусты. Много всего, и клюква, и семечки, и капуста, ну все, все красиво и все хорошее, молодцы организовали. Каждую субботу прихожу на ярмарку, что-то покупаю, ассортимент, конечно, большой, но мне кажется недостаточно, потому что уже в обед ничего нет. Хитом продаж 16 осенних ярмарок стал картофель. Секрет такого ажиотажа вокруг национального овоща кроется в том, что на первой гоголевской ярмарке любимый берестейственный продукт был раскуплен в считанные минуты. Однако, благодаря богатому урожаю картофеля в этом году покупателям удалось пополнить запасы своих погребов в нужном объеме. В итоге более тысячи тонн картофеля было продано за все время ярмарок. Это на 40% больше, чем в прошлом году. К слову, мясомолочной продукции также было реализовано немало. Молочные заводы продали полтонны творога на последней ярмарке, две с половиной тонны сыра, две с половиной тонны цельномолочной продукции, 900 килограмм масла сливочного, мясокомбинаты продали, около трех тонн колбасных изделий и копченостей. Продали также у нас на ярмарке птицефабрики около трех тонн птицы и полуфабрикатов из птицы. 11 районов Брещины представили свои сельхозтовары на октябрьских ярмарках. Пружанщина и Ивановщина оказались рекордсменами по числу продаж своей продукции. Всего за время осенних базаров сельхозпредприятиями Брещины было реализовано товары на сумму 8 миллиардов 770 миллионов белорусских рублей. Кроме них, в заключительной ярмарке октября приняли участие многочисленные предприятия и фермерства региона. На последней ярмарке, которая состоялась на улице Гоголя, это большая расширенная осенняя ярмарка, у нас участвовало, кроме сельскохозяйственных предприятий и предприятий Рейпотребсоюза, три мясокомбината, пять молочных заводов, четыре консервных заводов, две птицефабрики, девять рыбхозов, двенадцать пчеловодов. То есть в рамках большой осенней ярмарки расширенной на улице Гоголя прошла ярмарка меда и прошла ярмарка рыбы. Настоящий праздник подарили организаторы последнего ярмарочного вернисажа гостям и жителям города. Концертная программа «Зоны отдыха», где посетители наслаждались запахом и вкусом ароматного мяса. Вся атрибутика белорусского кирмаша была на высшем уровне. Кстати, в следующем году власти планируют расширение торговых площадок специально для осенних ярмарок в микрорайоне Восток и Вулька. Так что будущей осенью в запасах овощей, фруктов и другой популярной продукции в погребах жителей этих районов недостатка явно не будет.